Я не топовый артист сейчас. Вопрос, ну что мне делать? У тебя была такая мысль, что вот Яна мне поможет? Яна проделала со мной большую работу, значит ты просто Яне доверяешь. Ну ты бы стала вот обманывать Рудковскую? У тебя кристально чистая репутация. Я, крысу такая, публично унизила Ольгу Бузову. Я достаточно много чего знаю про в том числе разных там артистов. Егор Крид поругался с Диной Саевой. Дина, например, очень переживала. Вы расписались или вы не расписаны? У человека был роман на стороне. Прям роман. Прям роман, прям роман. Я захожу в итоге в квартиру, в моем душе моется какая-то баба. Мой хороший, ты мог уйти, тебя никто не держал. Это не крепостное право. Через какое-то время мне сделал предложение. Я какого-то хрена зачем-то его простила. Я честно не вижу в этом минуса. Хороший левак укрепляет брак. Привет, Андрей! Прекрасно. Я прям вот сейчас чую, что я вот говно какое-то вот, знаешь, сейчас растормошу, и оно вот прям по новой пойдет. Друзья, всем привет, я Лаура Джугелия, это «Люди говорят», и мы приехали в гости к Юлиане Карауловой. Моей подружки, певица и, можно сказать, ветеран шоу-бизнеса. Сейчас мы зайдем к ней домой, посмотрим ее квартиру, в которой, кстати, снимался один из ее клипов. Я типа не звоню в звонок, понимаешь, я же по старинке. Привет, привет, заходи. Кто-то уже до нас был, смотрел твое квартиру? Нет, вы, кстати, первые. Мы первые, у нас эксклюзивные. Так, ну давай рассказывай про квартиру вообще в целом. Квартиру. Мы сделали год назад ремонт, ну чуть больше уже прошло год и, наверное, 3-4 месяца. Собственно, примерно так же переехали, купили ее, наверное, года 3-4 назад. Она у нас год стояла, ничего не происходило. Потому что мы отдавали деньги за квартиру, как это бывает часто. Потом копили на ремонт, потом мы все сломали, потому что, ну, здесь была совсем другая планировка. Это была такая прям типичная старая квартира. Мы полностью все выносили, меняли все коммуникации, делали укрепления, меняли полы, окна. Ну, короче, строили новую-новую квартиру. Вот ремонт длился достаточно долго, год-полтора. Но я уже даже скучаю как-то по этим временам. Да, ну мы долго реально на нее копили. То есть вы вдвоем копили, получается, ваша общая квартира. Ну, ты знаешь, у нас как бы и бизнес получается общий, потому что мы вместе работаем. И квартира общая, да и живем мы вместе давно. Подожди, а на кого тогда оформлена? Вы же официально все-таки... Оформлена на меня? А, ну, какой молодец Андрей. Но Андрей здесь прописан, так что... Это неплохо, так что, если что, как бы, Андрей, как бы, надо будет выписать. Да нет, ну, нет, мы на самом деле, конечно, на всякий случай нам все сказали, договоритесь. Мы договорились. Вот, поэтому... Ну, я надеюсь, что такого момента не произойдет. Мы долго смотрели. Мы вначале смотрели за одну сумму. Поняли, что нам ничего не нравится в рамках этой суммы. То, что нам нравится, стоит намного дороже. Сильно расстроились, потому что нам много не хватало. И подумали, да и хрен с ней с квартирой. Типа, все живут, так снимают. Ну, нет у нас квартиры, и мы своим детям не оставим. Типа, эй. Но потом, слава богу, прошло какое-то время. Заработали, накопили. И вот. Ты, кстати, не хотела себе пригласить в первый канал, который делает, значит, вот ремонт для людей? Знаешь, у меня, конечно, я вот не буду скрывать, была шальная мыслишка. Типа, ну я же артистка. Я сейчас думала по бартеру, как я вижу, многие мои коллеги, эти двери. И дальше идут вот такие фотографии. Этот стол. Да, ты что-то не отработала квартиру, Юль. Да, вообще, ты знаешь, у меня единственное, что мне подарили, это тумбочки и комод в спальне. Но я не просила их о бартере, они мне сами подарили, ничего не просили в ответ. И мне стало так приятно, что я думала, блин, надо выложить. Вот, кстати, секрет вообще вот этих моментов, просто бескорыстно отдавать подарки, да, там, дарите, тогда хочется самому как бы отблагодарить. А еще мне сделали скидку на кухню, но я пожалела, потому что когда ты делаешь что-то по бартеру, понимаешь, это совсем другое. Когда ты платишь людям деньги, ты можешь им предъявить. Типа, ребята, паркет говно, переделываем, вот здесь вот меняем доски. Когда по бартеру начинаются в эти моменты неудобства, задерживаются сроки, ну а что вы хотели там, понимаешь? А сроки всегда задерживаются, косяки всегда находятся. Вот, поэтому я очень рада, что за большую часть мы заплатили и как-то вот не пришлось по бартеру. На самом деле большая редкость сейчас, реально все артисты, особенно те, у кого там инстаграм с большим количеством подписчиков, они практически все, все уже стали делать по бартеру. Даже какую-то фигню, знаешь, которая реально стоит, которая дешевле, чем господи. Ну да, вот это, я еще все время думаю, блин, ну вот что, ну это не могу что ли я шторы себе купить? Ну вроде могу, ну вот что я буду размениваться. Потому что так, знаешь, если начинать все рекламировать, все подряд, то, конечно, инстаграм превратится в какое-то полотно непонятно кому нужных объявлений. Однажды в черной-черной комнате, в черной-черной пятнице, девушка зашла на сайт ее с ней. И офигела. Майкл Корс, DKNY, Кельвин Кляйн, Зак Поуза, Ньюбаланс и Ральф Лорен. Все эти брендовые вещи продавались со скидками до 90%. Только некоторые вещи нужно держать в секрете. Особенно те, которые позволяют себе одеться в коллекции люксовых брендов по цене масс-маркета. US Mall – это первый маркетплейс американских магазинов в России. Более 500 видов одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Только оригиналы прямиком из Америки. Внимание! Твоя черная пятница случится уже 27 ноября. Найди укромное место, забудь вопрос «Ой, а это точно мне надо?» и ни в чем себя не ограничивай. И еще одна маленькая хитрость. Подружкам вовсе не обязательно знать, что эта сумка Майкл Корс досталась тебе за 16 тысяч вместо 32, а эти кроссовки Ньюбаланс за 4 вместо 12. В общем, не благодари. Подробности по ссылке в описании. У нас небольшая квартира. Очень симпатичная. Это гостиная. Да, вот тут мы чилим. Вот это место я знаю по твоим тиктокам. Да, в инстаграме какие-то, да, ты тут как раз знаменитый ковер, хочу, чтобы вы обязательно его сняли. Как-то ковер много у кого, как выяснилось, у Крида, у Тимати. Ну вот как раз только у них и есть этот ковер, и у тебя, ты третья, собственно. Что это как бы супер-супер ковер, который хрен знает, как ты достала. Я здесь не должна стоять, он дорогостоящий, если что. Подожди, а реально, как ты его достала? Вопрос об удаче, тфу-тфу-тфу. Мне же говорит... Говорит, что-то есть там колдует. Типа, блин, купи коллабу, ковер коллабу Икея и оф Уайт. Я говорю, да, а где? Он такой, ну, в Икея. Я говорю, ну ладно. И я еду в Икею на Ходынку. Прихожу такая, ковер мне, пожалуйста. Они такие, вы вообще в своем уме, вы понимаете, что там был какой-то розыгрыш, просто десятки тысяч людей, вообще нигде не купить их нет. Это была лотерея, которую нужно было выиграть, их там всего 100 штук в Россию привезли. А я говорю, ну, посмотрите по базе. Они смотрят по базе. Говорят, один есть на складе в Химках. В итоге я отправляю водителя, он приезжает и говорит, есть ковер. Брать? Я говорю, конечно, брать, Володя, конечно. Сколько он стоил, если не секрет? Ну, 46, что ли. А, то есть это как бы, ну, не 146. Нет, это у перекупщиков он стоил уже. А, вот оно что. Это мне мои поклонники подарили. Какая прелесть. Слушай, это реально круто. Да, этот кубик с моими и нашими фотками. И что-то я подумала, что он прикольный, я ставила его. Очень классный. А куда ты вообще деваешь? У меня очень много в офисе. Что-то у Андрея на студии. В общем, короче. Ну, ты прям забираешь все с гастролей, то, что тебе дарят, и везешь в Москву. Ну, я не все забираю, но то, что мне нравится, я забираю. Слушай, а мне рассказывали, что, когда вы гастролировали, ну, вообще, в принципе, все фабрики, когда начали гастролировать, им платили какие-то небольшие деньги в тот момент. Они получали 100 долларов за концерт. Ну, вот, да. Ну, еще 100 долларов, как-то еще более-менее звучит неплохо. Ну, тогда курс был, я не знаю, 22, наверное. Господи, что за длинные времена были. Вот. Но мне было просто тогда 16 лет, и когда я под конец месяца, у нас было там по 30 концертов в месяц, иногда больше, получала 3000 долларов. То есть реально в какой-то момент, прям в 16 лет зарабатывала 3000 долларов в месяц. Ну, это прям момент длился достаточно долго. На протяжении тура, который был более-более полугода, я там накопила прям нормально денег. Слушай, здорово, ты на что-то потратила? Я купила себе сноуборд. Потом, я помню, мы съездили отдохнуть в Египет. Еще у меня остались деньги, я их отложила на машину. Вот осталось, я помню, 10 тысяч долларов. Ну, неплохо. А, еще продала синтезатор, который мне подарили на фабрике. И у меня вот было 10 тысяч долларов, и я думала, что когда мне исполнится 18 лет, я куплю себе машину. Ну, и как же, я бы ломалась, когда поняла, что за 10 тысяч долларов особо ничего не купишь, ну, на тот момент. Я нашла, помню, я очень хотела машину с аэрографией. Мне казалось, что это прям вау. Это, видимо, комплекс девочки из спального района. И я нашла какую-то адскую убитую тачку, старую Мерседес Ашку, которая стоила, там, типа, 11. И в ней не было кондиционера. У меня папа такой, Юль, ну, ты как бы охраняешь без кондиционера, типа, ну, ты чё? Ну, в итоге я так и не купила машину. Нет? Нет. Гораздо позже я всё-таки купила. Ну, то есть, да, через какое-то время у меня появилась машина, мне её подарили. Вот деньги, кстати, ну, где-то куда-то потом, видимо, делись. Куда-то всё-таки ты их потратила. Да, ты их потратила. У тебя реально как будто бы во всём кто-то тебя сопровождает и открывает тебе какие-то двери. Ну, потому что реально, ну, ту же фабрику звёзд, да, ты сама говоришь, что как это, ну, реально, как-то ты туда попала, можно сказать, чудом. Потому что тогда были эти очереди, все, ажиотаж огромный. Для всех это был большой шанс, да, там, добиться успеха. Потом, собственно, у тебя всё равно, несмотря на то, что ты сама рассказываешь, что достаточно тяжёлый и долгий путь был вот к успеху, к таковому, да, такому, когда ты одна уже солистка, уже там все тебя знают, поют твои песни. Вот, но всё равно он случился у тебя, конечно, не все девочки. Ну, это, знаешь, так кажется, ты просто видишь это, ну... Я вижу уже со стороны, конечно. Да, ну, то есть, конечно, это долгий путь. Я считаю, что мне колоссально повезло с фабрикой звёзд. Просто супер повезло. Я вообще не знаю, за что. Ну, минусы же тоже есть в этом. Ну, блин, я, честно, не вижу в этом минусов. Я вообще не понимаю, опять же, без имён, но все всё поняли. Некоторых ребят с фабрики, которые... Это был полный отстой, клеймо. Над нами издевались, чемурили. Блин, ну, моя хорошая, ты могла уйти. Или, мой хороший, ты мог уйти. Тебя никто не держал. Да, у нас были контракты, но это не крепостное право. Ты говоришь, я больше не хочу, разрываешь свой контракт и уходишь. Но ты понимаешь, что ты, разорвав свой контракт, обрываешь, грубо говоря, на тот момент свой путь к звёздному Олимпу. Ну, выбирай. Естественно, если ты приходишь в эту игру, играй по её правилам. С точки зрения бизнеса это честно. Типа, ребят, мы вас показывали, мы сделали из вас звёзд. Вложили вас деньги, да. Пожалуйста, можете тур отъездить? Окей, за 100 долларов. Но это тоже такая школа, такой опыт. Я очень этому благодарна. Потому что, ну, это колоссальнейший опыт. Это может быть трамплином, потому что тебе показывают, вот как может быть. Вот смотри, может быть вот так. Да. Но для этого нужно вот тебе вот это доработать, то-то сделать, поработать. С тобой работают там какие-то профессиональные люди. Окей, ты можешь не считаться со всеми мнениями, там, сомнениями всех этих людей, потому что кто-то из них тебе кажется устаревшим, кто-то смешным, кто-то вообще сумасшедшим. Но ты по-любому для себя какие-то выводы сделаешь. А дальше уже твоя работа. Потому что я работала там с разными продюсерами. Всегда очень много зависит от артиста. Это твоя энергия. Да, есть люди, да, есть команды, которые тебе помогают. Но пока ты сам не начнёшь этим гореть, пока ты сам не начнёшь всем звонить и говорить, алло, ребята, мне нужно это. Само вот так вот за тебя ничего не произойдёт. Многим срывают башню, люди начинают уносить ссоры за збы. Рассказывать всякое говно. Сейчас вообще плодотворная почва для этого, потому что есть YouTube-каналы, есть огромное количество интервью. И вот где можно прийти и кого-нибудь обосрать, рассказать какое-нибудь говно. Не знаю, я в этом плане вообще этого не понимаю. Ну, тут у нас, короче, туалет. Ничего интересного. Нет, важная комната, от зря ты так. Это как бы важный. Должен быть такой звук. Да, так и будет сейчас здесь. Здесь принимаются все самые важные решения. Так и есть, кстати. Так и у многих так. Реально зашёл, придумал что-нибудь и вышел. Ванная. Особенно мужчины. Ой, какая классная у тебя ванная. Это гостевая ванная, правильно? А у нас одна ванная. У вас одна ванная. Простите. Не, ну слушай, я просто спрашиваю. Ой, вот это классная вещь. Да, это холодильник. Холодильник, ребят, для косметики. Для всяких масок. А можно я его открою? Да, ну ты знаешь, я им особо не пользуюсь, потому что он, и сейчас он такой в полузаброшенном состоянии. Ну, всё равно у тебя, кстати, есть вот эти знаменитые гуаша. Это вот так вот нужно сделать, друзья. Ну, не на сухое лицо. Да, у меня очень много косметики. А покажи мне свою косметику. А посмотри, у тебя даже вот эта штука есть. Да, у меня есть эта штука, у меня есть вот тут штука с помадами. Ого, друзья, заходим. О, боже мой, это видит тона. Ты знаешь, это только часть косметики. У меня, правда, очень, это моя гастрольная косметичка. Я, ого, друзья, всё серьёзно. Да, вот тут помадки. Судя, по всему ты любишь делать мейк. Подожди, ещё у меня вот тут есть косметичка. Это у меня очень много косметики. Если что, это массажёр. Да, для риса, если что. Я сразу хочу во всем объяснить, что это массажёр. Классный, кстати. Он не как массажёр, но это действительно массажёр для лица. И для тела очень хороший, да. Работает, да? Да, так вот прям захватывает кожу. Прикольно. Очень неплохо. Здесь есть халатик. С надписью DreamCon. А тут написано кот. Это Катя Табрякова подарила. Кот это кто? Кот это Андрей. Всё, понятно. А ты типа кошка. Нет, я не кошка, я просто. Он просто кот, а я просто. А у тебя нет, да, своего такого котя? Нет, у меня, знаешь, кстати, у меня халат с надписью Юлиана Караулова. А, прям так? Мне подарили его в отеле Гильвеция в Питере, в котором мы всегда останавливаемся. Хозяин отеля. Вот. У нас очень тёплые отношения с ним дружеские. И он всё время мне дарит то постельное бельё, прекрасное, то салат, то ещё что-то. И я всё время из Питера уезжаю из этого отеля, знаешь, с какими-то вещами. Юнис, большой привет тебе. Спасибо. Так, ну что, куда мы идём? Мы идём на кухню. Это моё любимое место в квартире обычно, это кухня. Ой, она у тебя классная, зелёненькая. Да, вот кухня, собственно, вот. Ну ты прям стала готовить, как я знаю, во время карантина, очень активно. Ну я сейчас готовлю. Нет, Друха готовят иногда, я готовлю. Мне кажется, сейчас, в принципе, как бы карантин как таковой особо не закончился. То есть так или иначе, наверное. Я думаю, что это ещё, да, он только начинается заново опять, вторая волна. Слушай, как раз, как раз хотела это и обсудить, потому что для вас, для артистов, декабрь является самым таким денежным месяцем, потому что вы все там по 10 концертов в день даёте, и реально все основные, мне кажется, заработки у вас приходятся на декабрь. И вот как в этом году вы все выживать планируете? Никак. Ну, в общем, ситуация на рынке достаточно тяжёлая, потому что спрос очень сильно сократился, а предложение, наоборот, увеличилось, очень много новых артистов, их как бы и так было достаточно немало. А сейчас, получается, то есть на условные там, я не знаю, 50 корпоративов в Москве, да какой 50, я думаю, даже меньше в декабре, которые, ну, то есть это реально люди, которые всем могут позволить, гуляют, и нужно понимать, что сейчас всё запретили, то есть это только какие-то вот частные дома, кто вот у себя дома устраивает, например, вечеринку. Да. Такого, что, знаешь, как раньше было, на всех хватало, такого уже не будет. Ну, такое время. Да. Ну, ты знаешь, сейчас такая ситуация, что, мне кажется, в основном работают либо вот топ-артисты там для, на такую взрослую аудиторию, типа Агутин, Меладзе, и вот кто-то из молодёжи. Ну, да, ну, вот Киркоров, у него сложно, у него огромный коллектив. А, ну да, там 50 человек у него приезжает. Да, вот, понимаешь, я с ним разговаривала, то, ну, реально, такой огромный коллектив, учитывая, что везде ограничения, это сразу же огромный технический райдер, бытовой райдер и так далее. Плюс сам по себе, естественно, он дорогой артист. Вот, работает какая-то молодёжь, то есть, когда есть там корпораты условно каких-то ребят, которые помоложе гуляют, коих не так много, да, кто себе это может позволить, но то у них там работают ребята, кто там сейчас в топе стриминга, я не знаю, Дивер, Джонни. Ну, то есть, это на самом деле 3-4 артиста, которых можно вот на одной руке по пальцам всех перечислить. Вот, ну, пройдёт, наверное, это время когда-то. Не, конечно, пройдёт, но подожди, но ты всё-таки, наверное, ещё зарабатываешь со скачиваний, да, там? Да, есть, конечно, доходят со стриминга, с YouTube, там, с каких-то авторских, да, потому что там по радио песни играют, понятно, что есть ещё какие-то съёмки коммерческие, есть реклама, есть то, сего, пятое, десятое, какие-то контракты, которые там длиной в год, с которых тоже постепенно к тебе приходят отчисления. Ну, слушай, мне правда грех жаловаться, потому что у меня, слава богу, фу-фу-фу-фу, не было такого, чтобы вот я прям была в минусе в жёстком за время пандемии. Подожди, несмотря на то, что ты, наверное, платишь всё-таки своей, там, да, команде, там, девочке, которая с тобой выступает. Девочке получают за выступление. А, понятно, то есть у вас такие условия, они просто... Да, ну, у меня есть люди, которые на зарплате, безусловно, и были месяцы, когда, ну, то есть доход от концертов был ноль, типа там, я уже не помню, май, наверное, не, май, помню, что-то было. Или апрель, да, наверное, скорее. Вот, зарплаты, конечно, мы всё равно платили, потому что есть люди, которые не связаны с концертным коллективом, но при этом, там, финансист, бухгалтер, юрист, пиарщик, да, люди, которые всё равно делают свою работу. Ну, правильно, ну, у тебя ещё есть Андрей, как, мне кажется, Андрей-то, наверное, не переставал работать это время. Ну, да, да. Что в его случае, как раз-таки, мне кажется, работа не заканчивается, он же всё-таки создаёт музыку для других. Ну, тоже, знаешь, вот в его случае смешно, потому что многие артисты говорят, чувак, блин, ну, кризис, он говорит, ну, кризис, да, всё влетёт. Типа, скидку хотят или бесплатно? Да, скидку хотят. И наглые. Пинаглые артисты пошли. Не, ну, ты знаешь, мне вот понравилось, что ты сказала, что сейчас очень много появилось артистов, мне кажется, эта конкуренция, да, возникла, вот, когда появился такой вот прям YouTube, знаешь, активный, то есть он стал развиваться, и появились вот эти блогеры, влогеры, инстаграмы, тиктоки, и появились вот эти артисты там популярные, которые вдруг запели, потому что все сейчас блогеры поют. Все поют, да, потому что им всем кажется, что это, ну, во-первых, они все хотят масштабировать свою популярность, а во-вторых, наверное, как мне кажется, им кажется, что это лёгкие деньги, но это вообще не так. Понимаешь, очень много людей хотят петь, но не понимают, что за этим стоит большая работа, мало кто хочет работать. У меня, если честно говоря, в этом плане очень пугает уровень современных вот этих артистов, некоторых, ну, скажем так, даже не некоторых, а большинства молодых, потому что когда ты смотришь концерт, и вот выходят фрешмены одни за другим, ну, для меня это такое, в большинстве случаев, не хочу никого там лично обижать, но в большинстве случаев это такая, знаешь, самодеятельность. Ну, самодеятельность, да, типа вот в школе под минусовку так можно выступить, то есть люди вообще не репетируют, не готовятся, не продумывают, они живут моментом, с одной стороны, это классно, потому что, наверное, в этой философии есть своя правда, с другой стороны, это так снижает общий уровень индустрии, и, ну, если честно, когда ты на это смотришь, когда люди под фанеру, там, сверху на плюс, что-то поют, и такие, ну, я же пою сверху на плюс, чувак, нет, ты поешь под плюс, типа, сверху на плюс, это все равно под плюс. Ну, это Моргенштейн сказал, кстати, в интервью Дудюб. Под плюс выступать, заебись, под фанеру, такое, нахуй, но вот под плюс, то, что нахуй. Вот они выходят, вот они там один раз где-то порепетировали, реп-базу сняли, и все, они считают, что они, там, певцы, артисты. Ну, и это немножко обидно, потому что это немножко обесценивает профессию. Я сейчас говорю даже не про себя, и вообще не про себя, да, потому что, конечно, не всем нравится моя музыка, и вообще далеко не все считают, что я, в принципе, показатель какого-то уровня, да, на вкус и цвет. Но я понимаю, что там выйдет, например, Нюша, да, можно любить Нюшу, не любить, там, слушать ее песни, слушать, и просто уберет всех этих фрешменов, потому что она круто работает, она умеет общаться с аудиторией, она классно двигается, она классно поет, она артист. Да. Это то, что называется артист. Это ночь, знает, как тебе помочь, это, это ночь. А ребята, у которых выстрелила песня, они рубанули просто вот так одномоментно бабла в стриминге. Круто, здорово, правда, я очень рада, что сейчас есть такая возможность, и что интернет этому способствует, и что появляются новые, молодые, классные, талантливые ребята. Но многие из них, к сожалению, это, ну, не однодневки, но, типа, знаешь, вот артисты либо одной-двух песен, либо действительно вот артисты вообще песни одной, и ты не очень понимаешь, ну, не ассоциируешь их с конкретным человеком. Тем не менее, появляются классные новые имена, там, такие как Джонни, мне кажется, он супер талантливый парень. Да, и, кстати, он, мне кажется, не однодневка, вот он в дом, точно нет, я думаю, что он надолго задержится. Ну, и вообще, много прикольных среди молодежи новых ребят. Тут у нас пока студия. Ой, как классно. Будущая детская комната. Я даже не знаю, кто это, это что за чудесная, прекрасная девушка. Это ожидание и реальность. Здесь создается музыка. Music. Подожди, и что вот из последних песен ты здесь реально записала? Ой, да, очень много всего. Практически все последние. Ну, что-то мы пишем на большой профессиональной студии, но, в принципе, ты знаешь, мы нашли лайфхак, мы ставим микрофон в гардеробную, там очень хорошо звукоизолируется все, потому что очень много вещей. Под низ кладешь коврик, и вообще шикарно звучит, потому что у нас студийный микрофон, тут где-то у Андрюхи лежат разные, вот, ну, или там со студией приносит. Нет, это обычный динамический, а студийный у него где-то запрятанный. Извините. Извините. Вообще, потребность студии сейчас, мне кажется, она отпала, да, этот бизнес умирает, именно вот как студия, как студия, потому что сейчас, опять же, все молодые, все делают музыку дома на компе. Ну, мы в основном здесь пишем демки, мы пока еще не обнаглели, то есть, как бы, мы записали только два трека в шкафу, но они были для, там, ну, в общем, это были не мои треки, я записывала для съемок их. А, прикольно. Ну, все равно. Ну, да, они нормально звучат, вообще никто не понял никакого подвоха. А вообще, как рождается в твоем случае музыка, и как вообще рождаются хиты? Я просто не понимаю даже технологию, как вообще создать хит в целом. Ну, ты знаешь, очень по-разному, что-то присылают, и мы дорабатываем, что-то присылают, и мы сразу говорим, прикольно. Ну, вот кто присылает? Авторы разные, то есть, например, песню «Дикая пума». Даже аранжировку, ну, как-то по минимуму мы ее поменяли, то есть, ребята, украинцы написали песню, прислали, и мы такие, о, классно. Вы предложили, хотите эту песню? Да, да, да. Вы ее покупаете, получается? Да, мы покупаем. Что-то, там, Андрей пишет, что-то я придумываю, что-то мы, то есть, например, нам нравится какая-то песня, там, какая-то фраза или какой-то ход. Мы, там, договариваемся, покупаем, часть меняем, часть оставляем, ну, в общем, дорабатываем. Какие-то я записала, но они уже либо не актуальны, либо мне они уже не нравятся, либо я думаю, блин, ну, кого я обманываю, там, типа, это не мое. То есть, вот, например, недавно относительно прислали песню про хейт, и я говорю, ну, классная песня, но, там, типа, в итоге ее спела Оля Бузовой, потому что я прислала ее Яне, говорю, мне кажется, это песня для Бузовой. Кстати, мне кажется, Оля не знает, что это спрогрессированный мной ход. Так, Оля должна прислать цветы или Ане, потому что она для тебя... Ну, нет, ничего не должна, я думаю, что авторы есть, в любом случае отправили бы эту песню, я говорю, ну, это просто песня для Оли Бузовой. Человек, которого, как бы, достаточно много хейтит, если я буду петь, что я вот сквозь хейт прорвалась, ну, блин, мне не поверят. Я говорю, зачем? Ну, то есть, ты должен делать только то, что органично тебе, как мне кажется. Я, если честно говоря, ну, не то чтобы в обиде на Олю, но у меня есть вопрос. Это была премия РУТВ, она вышла получать награду, достаточно долгую речь говорила, и у нас, я была ведущей, у нас был перехрон по прямому эфиру на тот момент, типа, 43 минуты уже. И мне просто говорят там, типа, давай, давай, посмотри, терапи, терапи, и я просто сказала, спасибо, Оля, как бы... Можете идти. Да, ну, пытаясь тем самым сказать, что, как бы, пора и закругляться. Да, я ее перебила, безусловно, перебивать некрасиво. Олечка, спасибо, спасибо. Я еще не закончила, да. Ты не собираешься заканчивать, мы поняли, да. Оля действительно говорила очень долгую речь, и в этой своей речи, честно говоря, она обесценила всех, кто выходил до этого на сцену, потому что она сказала, что вот, наконец-то, вышла настоящая звезда, а не вот это вот все. В этот момент Фадеев встал из зала и вышел, встал и вышел. Ну, потому что, как бы, это не очень красиво, потому что в портере сидели очень уважаемые артисты. Но, собственно, и она сказала в микрофон, что ведущие вообще-то могли бы меня не перебивать. И после этого на меня просто набросилась армия Ольных поклонников, какая я конченная вообще завистливая тварь, перебила Олю. Потом это все начало обрастать еще какими-то странными подробностями. И, кстати, вот странно, но такие ресурсы, например, как Космополитен писали статьи с заголовками, что Юлиана Караулова унизила, публично унизила Ольгу Бузову. Я просто не поняла, в какой момент то, что ты перебил человека, стало унижением. Ну, в общем, после этого мы переписывались с Олей в Инстаграме, в Директе. Она мне, причем, сама написала, что вы там, мазь, как, я говорю, все классно, вот мы еще ведем, у нас адовый перехрон. Она говорит, да, я вот только приехала на Лобная. Ну, в общем, как-то, знаешь, я поняла, что никакого конфликта нет, она не обижается, думаю, все, слава богу. И дальше у меня просто началась какая-то нереальная атака на Инстаграм. Причем было такое ощущение, что первое время это были, я прямо вот сейчас чую, что я вот говно какое-то, вот, знаешь, сейчас растормошу, и оно вот прям по новой пойдет. Вадиму. Нет, ну, это вещь, это никто не слышал. Говно я имела в виду не Олю, а ситуацию, если что. И у меня просто, знаешь, началась какая-то атака, ну, как мне вначале казалось, ботов на Инстаграм, потому что я захожу в Инстаграм, и у меня там, типа, знаешь, 300 комментариев следующего характера, типа, открыл холодильник, кузнечик прыгает. Ну, типа, бред просто полный и несвязанный. Я думаю, что за хрень? Потом через день-два мне пришли хейтеры, причем не сразу, хотя это был прямой эфир, и начали писать. Но, видимо, уже после того, как это растиражировали СМИ, начали писать, какая конченая, какая проститутка, какая я вообще, вот, Оля молодец, а я говно полное. Ну, в общем, как бы это было прям, знаете, так много ощутимо. У меня, конечно, очень сильно выросла посещаемость Инстаграма, вот, но мне было неприятно. Потом через уже какое-то время я забила, но это все продолжалось, и ко мне даже пришла моя домработница, говорит, Юля, вы как? Я говорю, а что, что? Я даже не поняла. Он говорит, ну, вот эти все комментарии в Инстаграме. Я говорю, господи, слушайте, я уже вообще про это забыла. Вот, и потом был новый всплеск, буквально, не знаю, пару месяцев назад, потому что кто-то выложил это видео в ТикТок, и оно залетело в рекомендации. Да, и Оля сама же сняла под этот звук еще видео, сняла, причем не один раз. Я вначале думала, надо мне отреагировать, не надо, потом думаю, блин, ну, что, ну, зачем я буду это комментировать? Насколько я знаю, конкретно у Оли претензий ко мне нет, причем я просила потом ребят из ее команды, потому что мы на тот момент работали по цифре, что, типа, какая-то вообще дичь происходит. Вы как-то отреагируете, ну, скажите, что проблемы вообще нет. И они такие, да-да-да-да, Оля обязательно напишет, Оля обязательно снимет сториз. Оля не сняла никакой сториз, ничего не написала. Ну, в общем, я подумала, ну, окей. Но вы нигде с ней потом не пересекались? Мы пересекались, мы виделись, мы здороваемся. Ну, мы просто и до этого, мы никогда не были там подругами близкими, подругами близкими. То есть мы здороваемся, мы в нормальных отношениях, типа, как дела, вот абсолютно вот эта светская история и все. А вот сколько стоит в среднем песня? От полторы тысячи долларов до... То есть полторы это, типа, самая минимальная цена? Ну, мне кажется, да. Ну, дешевле это вряд ли найдешь. Не, ну, может быть, найдешь, можно и за тысячу найти, но это, знаешь, если какие-то отношения с автором хорошие. Или вот он специально для тебя написал, и для него это такая номинальная цена. Ну, вообще, конечно, я понимаю, что когда человек продает свое творчество, и, как правило, это договор об отчуждении, то есть он отдает полностью тебе все права, и ты можешь делать с ней все, что ты хочешь, вплоть до того, что ты можешь там поставить в автора себя, как многие, кстати, и делают. Не будем называть имена. Правда? Да, некоторые так делают. Какая самая дорогая песня у тебя получилась? За сколько ты... Ну, ты знаешь, одна из... Слушай, наверное, Пума, вот, Пума была какая-то дорогая. Что-то она там в районе пятерки сказала. То есть пять тысяч это считается дорогая песня? Это считается недешевой, да. Ну, то есть бывает такое, что там, знаешь, тебе присылают песню, у меня было такое, я говорю, вы классная песня, сколько хотите, ребята, они там 30 тысяч долларов, говорю, вы в себе вообще. Ну, потому что есть рынок тоже, да, и в основном, кстати, пишут украинские авторы, средняя стоимость песни около трех тысяч. Ну, то есть это плюс-минус, там, 3-4, бывает там 5-6. Ну, конечно, когда тебе говорят при таких среднерыночных ценах, там, 30-40, ну, это как-то не очень адекватно. Ты же должен в нее еще достаточно много денег вложить, то есть это не просто ты купил песню, и все, пошла жара. Тебе нужно еще там записать ее, сделать продакшн, выпустить достаточно большое количество расходов, связанных с релизом, с обложки, графика, всякие сторис, посевы и так далее. Дальше клип, это тоже огромные затраты, работа с клипом, команда, ну, в общем, конечно, достаточно большие инвестиции. Поэтому, знаешь, когда кто-то говорит, а давай ты будешь выпускать каждую неделю по песне. Ну, классная концепция, и у нас была такая мысль. Но мне кажется, во-первых, это обесценивает твою же музыку, потому что, ну, типа, знаешь, как за хлебом сходил каждый день новый. Хотя я понимаю, что сейчас такие скорости, как ты верно сказала, что это, наверное, органично. Вот, но мне почему-то так пока не хочется делать. Слушай, а какая песня тебе принесла больше всего денег, которые ты больше всего заработала? Ну, наверное, ты не такой. Моя первая песня, с которой, в общем, стартанула карьера сольная, мы не ожидали, что он так выстрелит. Ну, то есть мы, конечно, верили, надеялись, но мы не думали, что это прям будет прям, ну, таким большим хитом, никто не думал, включая Дьянку, которая написала эту песню. Она бы себе оставила ее, да? Не, она бы себе, она ее писала специально для меня, и это тот случай, когда это, знаешь, стопроцентное попадание, и она прям вот у меня там, я ей рассказывала историю, она спрашивала, как ты хочешь, быструю, медленную, там, позитивную, грустную. Вот, и я просто не думаю, что она сама бы ее стала петь, ну, то есть это не про нее, как раз то, о чем я говорила, она другая, вот, но никто, правда, не ожидал. И, конечно, мы и на стриминге на ней заработали, там, и на рекламе, и у нас сразу пошли концерты, мы хорошо на ней заработали. Ну, и сейчас, наверное, она до сих пор тебе что-то приносит. Да, как говорит один мой знакомый музыкант, кормилица, ну, что, сыграем кормилицу. Дальше у нас гардеробная. Ой, ну, это просто главная, я считаю, комната в квартире, это гардеробная, друзья. Ну, все, нормально вообще, то есть та вот студия, значит, она как бы меньше размера, но тут твоя гардеробная. На самом деле, одинаково размера. А, да? Ну, она, слушай, ну, у тебя прям тут все очень серьезно, так, давай рассказывай, ну. Ну, тут, ты знаешь, я где-то раз в год-полтора разбираю гардероб, вот, последний раз я разбирала, когда мы еще жили на прошлой квартире, сейчас надо опять разбирать, потому что накапливается много вещей, вещи, которые ты не носишь, которые ты покупаешь в порыве, и непонятно вообще зачем, вот они висят, какие-то старые. Короче, ко мне скоро придет моя подруга-стилист, и мы будем все это разбирать. А, то есть ты прям делаешь такую ревизию? Да, она прям жесткая, беспристрастная, потому что я понимаю, что я сама это не сделаю. Она говорит, так, это тебе не идет, Эля, это уже носить нельзя, неприлично. Ты взрослая женщина, какая пижама с Микки Маусом? Я говорю, ну, Катя, пожалуйста. Нет. Вот, ну, в общем, я разбираю, на самом деле пора разбирать, потому что как-то уже все не помещается немножечко. Что рассказывать? Ну, ты сама выбираешь себе одежду, которую ты покупаешь, или тебе Катя как раз помогает? Ну, мне Катя очень много советовала, вот, мы с ней одно время работали, потом как бы перестали, ну, просто как-то так получилось, она просто моя подруга, мы 300 лет знакомы, вот, и она очень хороший стилист Климова, мне кажется. Да, я знаю, конечно, гламурь работала. Да, 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 вот, и, конечно, очень много я покупаю сама, что-то я покупаю со съемок, что-то я в припадке заказываю в интернете, что-то мне, опять же, периодически кидает Катя ссылками. Но ты не шопоголик? Ну, чуть-чуть. Какая была все-таки самая импульсивная покупка, потом ты в порыве вот этого всего купила, а потом, так сказать, все. Мне кажется, это вот платье Saint Laurent, которое, конечно, очень красивое, но... И дорогостоящее, я так понимаю. Да, но оно было очень дорогое, мне кажется, это, наверное, одно из моих самых дорогих вещей. Сколько? 300? 200? Ну, что-то больше 300. Я в нем один раз выступала. Один? Да. Или два. Два. Да, оно жутко неудобно, оно очень тяжелое, вот, не знаю. Слушай, а вот что делать с такими платьями в итоге? Не знаю, наверное, продавать. Ну, или отдавать. Ну, а кому ты отдашь? Ну, не знаю, оно у меня пока висит, я думаю, что его когда-нибудь еще куда-нибудь надену. Проблема в том, что в нем очень неудобно, оно цепляет волосы. То есть нужно что-то убирать вообще. Только с собранными волосами. В нем очень тяжело поднять руки, а я как бы танцую на сцене. Ну, короче, я не знаю, нахрена я его купила. Ну, то есть я его померила, отправила. Катя, Катя говорит, это просто бомба, вышка, круто. Бери, будешь выступать. Ну, вот висит, короче. У тебя все, конечно, идеально тут развешено, даже одинаковые, абсолютно одинаковые вешалки. Да, мне кажется. Ну, я просто, когда я мечтала о своей квартире, я мечтала о гардеробной, естественно. Я думала, что вот у меня будут одинаковые вешалки, будет так все красиво. Ну, а вообще, у меня, видимо, расстройство, которое говорит о том, что я псих или маньяк. Меня прям бесит, когда висят вешалки, знаешь, в разные стороны. И Андрей даже недавно прикалывался одно время, когда он вешал специально вот так вот, глядя в него глаза. Вешалку крючком в другую сторону. Я говорила, нет, только попробуй. Это, кстати, есть какая-то болезнь такая, знаешь, когда у человека... Это как компульсивно. Да, 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 расстройство какое-то. Если там, знаешь, криво висит картина, я не могу, я просто буду с ума сходить. И мы когда сделали ремонт, там уже пожили полгода, и он мне говорит, смотри, типа, карниз чуть-чуть кривый. Я говорю, зачем ты мне это сказал? Ведь я этого не видела. Я теперь каждый день буду туда смотреть. Я, конечно, до строителей докапывалась. Потому что я говорила, здесь неровно. Здесь неровно. Мне кажется, они немножко ненавидели. Но мне прям важно, чтобы была геометрия. Я не знаю, почему это. И что это? Слушай, ну я обратила внимание, что ты Андрею отдала небольшой кусок, да, в беостранстве? Да, но, ты знаешь, ребят, которыми делали гардероб, сказали, что еще ни один мужчина не был достоин такого количества места. То есть это даже много, да, Андрей? Тебе повезло просто. Юлиана очень щедрая. Ну, да. Но это тоже его или твое? Это тоже мое. Это тоже твое. Это уже трикотаж, да, уже ци... Это все сейчас уже на зиму, по сути. Ты все-таки человек обувь или человек сумки? У меня достаточно много обуви, но я ношу примерно одно и то же. У нас где-то вот тут еще там запрятано вот тут, вот тут. Очень неудобно нам сделали хранение обуви. Так, подожди, не закрывай, я хочу там рассмотреть. Я страдаю от этого. О, вот эти классные, кстати. Ну вот я их, не знаю, уже год, наверное, не ношу. Ну да, понятно, такие как бы хитовые вещи обычно покупаешь... Ну я ношу все время вот эти туфли, я их обожаю. Ну это типа базовые черные туфли. А вот это все я реально не ношу, и мне кажется, это нужно отдать. Ну, нюдовые... Ну да, лодочки тоже. Лодочки, наверное, можно оставить. Вот это, вот эти босоножки я ношу часто. И вот иногда вот эти надеваю на какие-то там концерты-съемки. Ну да, она реально здесь. Вот это все я не ношу реально. А здесь у тебя, значит, классные казаки, я смотрю. Модняк. Слушай, а что у тебя здесь? Здесь аксессуары, да? Ой, у тебя столько очков. Это Андрухина, это вот всякие мои. Ого, ну у тебя прям их много. Ой, а это, смотрите, друзья, можно? Можно. Ну, вообщем, я очковое лицо. Ну, уверена. Я называю так, лица, которым подходят все очки, это очковые лица. Я так называю. Но они еще странные, если честно. Это тоже был порыв. На день? Я в них снималась в итоге где-то. Это в LA я купила в вакуне, они странные. Я такая подумала, блин, такие модные классные очки. Потом думаю, нахрена я их купила? А вот покажи мне, кстати, что еще у тебя входит в категорию, нахрена я купила? Ты знаешь, вот практически все из этих, как бы правильно так сказать, очков, да, мне подарили. А, правда? Ты сама не покупаешь, что ли? Не, я покупаю, но мне кажется, я только вот эти вот покупала. И то мне уже не нравится их форма, я думаю, что я с ними расстанусь. Я люблю очень вот эти. Вот. Ну, это, кстати, да, такие. Их тоже подарили. Версаси. Много подарили. Ну, что, мне подходит? Да, тебе, кстати, очень хорошо. Я говорю, очковое лицо у меня, знаешь ли? Юлиана. Так, а что тут еще? Смотри, у тебя сеточки тут. Это трэш какой-то. Это старье, да, я понимаю, правильно? А у меня тоже, кстати, такие ельчки. Это на какую-то съемку покупали. Видишь, они в итоге не пригодились. Вот они лежат. Доказательство, то, что Юлиана это не носила. Вот здесь есть даже, есть веер, чтобы вы понимали. Ценник. А, стейкл. О, короче, оставайся. Это, кстати, была импульсивная покупка, да. Да? Вот такая вопроса об импульсивных покупках. А это, простите? Это воротничок. А, ну что, модно? Да, под поджаки типа всякие разные. А ты носила его? Да. Ну, один или два раза тоже. Я тоже, что я видела, кстати, на тебе. Так, ну, тут часики симпатичные. Да, ну там всякие что? А там интерсы носки. А, нет, ну, то есть мы не будем смотреть. А ты любишь нижнее блюдо? Ну, в меру, да. У тебя такое оно кружевное? У меня разные. Тут у меня есть сумки. О! Их тут немного. Любимая. Сейчас. Сейчас любимая вот здесь лежит. Ну, у тебя тут пельмешки, я смотрю. Мне кажется, у тебя такая же. Мне кажется, я ее видела, да? Да, да, да. У меня такая же, причем, мне кажется, даже по размеру. Нет, мне кажется, у меня даже больше. Она просто большая, да, в нее помещается весь мир. И она очень удобная и классная. Мне тоже кажется, что это вообще идеально. Я прям ее люблю. А, ну у тебя еще вот знаменитая тоже. Сейчас у всех она такая. Да, сейчас у всех тоже, поэтому я ее, честно говоря, перестала носить. А, то есть ты тоже, да, обращаешь внимание? Ну, вот, да, вот пельмешки тоже уже, мне кажется, out. Как бы. Они сейчас даны всех. Хотя вот сегодня с белым я собралась идти на мероприятие. Ну, маленькие. Да, ну это, мне кажется, такое, типа, в принципе, уже, наверное, может быть даже классика. Ну, да, Louis Vuitton, я смотрю, у тебя тут есть и рюкзак, и... Ну, вот, я, кстати, очень люблю этот рюкзак. Ему я вообще не знаю, сколько лет. Лет, наверное, 8-9. Кстати, он абсолютно как-то не потерял свой вид, да? Да, ну, к вопросу о том, почему это столько стоит. Потому что спустя 9 лет он выглядит, в принципе, так же. Ну, так же, как и эти сумки. У тебя какая была первая покупка такая дорогая, брендовой какой-то сумки? Ты знаешь, мне кажется, вот одна из первых, ну, может быть, не первая, была вот Prada. А, класс. Которую я сама себе купила, и это было очень смешно, потому что я просто такая выхожу с ней, значит, еще на другой старой квартире. Просто чувствую себя на миллион, и я купила сама себе сумку Prada. И падаю, просто спотыкаюсь в какую-то хрень. На самом деле, эта сумка меня спасает, потому что я падаю боком на сумку, вот так проезжаю по асфальту. И сумка просто вот так в мясо, вот знаешь, вот просто вот в таких вот, вот просто она вся разодрана. И мне так обидно, просто до слез. Ну, я сдала в ателье, они восстановили кожу. Но это было давно, кстати, я уже сто лет не носила. На самом деле, видишь, выглядит неплохо. Слушай, а вот все говорят, что звездам очень часто мужчины присылают разные подарки. Вне зависимости от того, там, замужние они или не замужние. Вот, присылают какие-то дорогие подарки, там, пытаются как-то ухаживать. Вот, у тебя был такой какой-то опыт? У меня было такое, что, типа, знаешь, давайте, вот я вам подарю, я говорю, а давайте не надо там. Ну, мне кажется, принимать дорогие подарки от мужчины, с которым тебя ничего не связывает, это не очень правильно. Хотя, ты знаешь, мы вот на эту тему спорили с моим партнером Яной. Она говорит, а что в этом такого, ты же женщина, это, типа, нормально. Я считаю, что это ненормально. То есть, тебя это обязывает, да? Я считаю, что это обязывает, да. То есть, одно дело, когда это знак внимания, там, цветы, не знаю, ну, шоколадки условно, whatever, да, человек тебе просто хочет сделать приятное, открытку, там, не знаю, подписал. Когда он тебе дарит что-то дорогое, ты понимаешь, ты, и ты понимаешь, сколько это стоит, то мне кажется, что это обязывает. У меня была ситуация, когда у меня, ну, наверное, мне 21 был, я причем жила в Лондоне, это был период, я жила полгода где-то в Лондоне. Короче, мне позвонил мой преподаватель Гнесинки, говорит, слушай, ну, там вот ребята, вот они делают музыкальную группу, они очень хотят, чтобы ты пела, очень хотят с тобой встретиться. Вот когда ты вернешься, я возвращаюсь, там, через какое-то время приезжаю, встречаюсь и понимаю, что это, короче, один очень богатый бизнесмен, не буду называть фамилию, просто вот решил со мной вот так познакомиться. И мне в итоге его помощник говорит, что, ну, нет никакой группы, просто вот мы хотели с вами встретиться и вообще вот он хочет с вами поужинать. Это вас ни к чему не обязывает, вообще мы ничего не должны, просто вот познакомиться. И ты знаешь, я помню, мне стало так обидно, я пришла домой, расплакалась, я такая думаю, господи, я что, проститутка какая-то, почему нет? И я помню, я позвонила этому преподу, говорю, ты что вообще, ну, вы что вообще, охренели, что ли? Ну, препод был в курсе, то есть он как сообщник. Ну, я думаю, что, конечно, он был в курсе. И он говорит, ну, ты так, с горячей, не руби, человек хороший, типа, туда-сюда. Но меня это очень оскорбило и задело. Возможно, сейчас бы меня это, конечно, так не оскорбило, и я не стала бы плакать, безусловно. Вот, ну, я бы просто отказала. Но, что самое отвратительное во всех этих историях, что, как правило, это женатые мужчины. И они знают, то есть если они знают меня, значит, они, наверное, загуглили, и они знают, что у меня есть молодой человек, с которым я 300 лет там живу вместе. И, ну, как бы, когда ты делаешь девушке такое предложение, когда ты сам с семьей, с детьми, и ты знаешь, что она, ну, я не знаю, мне кажется, это тоже оскорбительно, и меня это всегда возмущает. Меня это очень расстраивает, что вот вообще в Москве вот такие нравы, типа, что, знаешь, вот иногда разговариваю с какими-то там нашими светскими с тобой общими подругами, и они такие, да, ну, что, ну, изменить это нормально, типа, хороший левак укрепляет брак, и вообще, я этого не понимаю, правда. Ну, а ты вообще сама способна простить измену? Я прощала измену. Ты рассказывала, да, в интервью. Да, ну, я пожалела об этом, потому что мне кажется, что это вот как раз вопрос моральных принципов, потому что если человек, понятно, что все очень индивидуально, я об этом говорила, что всякое бывает, что, да, нету какого-то единого рецепта, но мне кажется, что если человек, там, позволил себе морально приступить к черту, если это было реально, там, не по пьяни один раз, там, знаешь, ну, всякое бывает, наверное. Ну, для тебя измена это физическая измена все-таки? Ну, самое страшное, это, конечно, не физическая измена, это когда появляется привязанность к другому человеку, когда уже появляется влюбленность, и я как раз простила вот такую измену, когда у человека был роман на стороне. Прям роман, не одноразовый. Прям роман, прям роман. И вот это, такие вещи, наверное, нельзя прощать. Ждя, когда ты об этом узнала, о том, что у этого человека роман, ты вот пришла к нему и сказала об этом, я вот знаю, что у тебя роман, или как ты об этом узнала? Я зашла в квартиру с подружкой, с Юлькой Прутько, она меня довезла до дома, попросила, говорит, дай что-нибудь платье там надеть на мероприятие. Я говорю, пошли поднимемся. И я открываю дверь, ну, точнее, я понимаю, что я не могу ставить замок, ну, ключи в дверь. Короче, я захожу в итоге в квартиру, и я вижу женскую обувь, женскую сумку, ну, и я слышу, что в душе сечет вода, я знаю, что он на работе. И я, ну, как бы, я все понимаю, я понимаю сразу, кто это, потому что я до этого случайно, он забыл закрыть компьютер, увидела переписку в фейсбуке. Я реально вообще не ревнивый человек, я никогда там, знаешь, там, если мне не давать повода, никогда не буду лезть в телефон, там, что-то палить, проверять. Но я реально случайно увидела. Спросила, он такой, это просто, это типа для флирта, интрижка на работе, все такое. Это ничего не значит, я думаю, ну, ничего не значит, ничего не значит. Ну, и, в общем, потом я понимаю, что это интрижка для работы. У меня дома. Моется, в общем, в моем душе. Да, ну, я подождала, пока оно домоется, потому что мне по-любому нужно было зайти в квартиру. Я приехала со съемок, тогда была такая передача, может, сейчас есть, армейский магазин, просто по колено в говне, в грязи, с полигона танкового. И у меня на следующий день съемка и концерт. Я еще туда пела «Five the family». Ну, и, короче, я жду, пока она домоется. Мы ждем с подружкой. Вот, я звоню в дверь, она не открывает. Но в итоге я через какое-то время открыла сама, что самое чудовищное, мы еще знакомы, понимаешь? А, то есть ты ее знала? Да, ну, она журналист, она брала у меня интервью один раз. Это не я, кстати. Это была не Лаура, но это не точно. И это, конечно, чудовищно неловкая ситуация. Я говорю, слушай, я заберу вещи и уйду. Она говорит, извини, пожалуйста, она в полотенце. Она не пыталась объяснить, что я случайно здесь оказалась? Нет, она не пыталась объяснить. Я говорю, я можно тебе один вопрос задам? Типа, какого хрена? Я спрашиваю, вы встречаетесь? Она говорит, да. Я говорю, давно? Она говорит, месяц. Я говорю, а что он тебе сказал? Ну, потому что мы как бы с утра проснулись в кровати, и у нас как бы отношения, и все хорошо. Она говорит, он мне сказал, что вы расстались два месяца назад. Я говорю, а тебя не смущают мои вещи в квартире? Типа, лифчик сушится на батарее. Домработница как раз в этот день приходила. Она говорит, ну вот я его спросила, он сказал, что типа, тебе негде жить, вы расстались в хороших отношениях, ты оставила вещи. А там прям, знаешь, фотографии мои висят. Ну, в общем, короче, это было, она начала плакать через какое-то время. Ну, я тоже ее по-женски понимаю, потому что он ее обманул, он меня обманул. Мы с ней абсолютно нормально поговорили. Вот, я говорю, давай, хочешь, я тебя до дома довезу? Она начала такси вызывать. Она говорит, ну это будет слишком. Вот, мы потом через какое-то время пересекались, ну, естественно, мы не дружим, не общаемся, но с кучей общих знакомых. Привет, Андрей! Ооо, как прекрасно! Андрю, 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 мы тебя ждали, мы как раз, мы как раз, да, мы не дошли до спальни, ждали тебя. Ооо, да, да, да. Давай, давай, приводи. Все, я готов, пойдем. Это Андрей Черный. Здравствуйте, Андрей. Вот в этот момент, когда ты ее, там, допустим, отпустила из квартиры, она ушла, ты позвонила ему или ты дождалась, пока он пойдет? Нет, я ему позвонила, нет, я позвонила, как только поняла, что в квартире кто-то есть и спросила, какого хрена вообще в моем душе моется какая-то баба. Вот, он такой, ой, ой, а ты что, пришла? Я говорю, да, я пришла. Ну, в общем, он такой, а ты можешь прийти завтра? Я говорю, нет, я не могу прийти завтра. Ну, в общем, я тебе все объясню, я говорю, не надо мне ничего объяснять. Ну, в общем, дальше это был трэш, потому что, ну, естественно, он названивал мне, я не брала трубку, он названивал ей, она не брала трубку. Вообще, жалко, конечно, парня. В смысле, жалко, как бы, мне кажется, нет. Мне кажется, он в этот момент был просто в припадке паники, реально, понимаешь? То есть, произошел какой-то замес, он не знает, что произошло, не знает, кто что знает, понимаешь, как ему выпутаться. А вы потом с ним обсуждали это, может быть, она не первая была, с кем он на стороне встретился? Ну, не знаю, мы это, возможно. Ну, если говорить о постоянных каких-то отношениях, которые длились, то она была первая. Я думаю, так бы я заметила. Ну, возможно, он изменял до этого, я не знаю. Ну, в общем, короче, в какой-то момент он мне дозвонился, я взяла трубку, когда уже там был поздно-поздно ночью. И просто, знаешь, прям отборным красивым слогом. Ну, мне кажется, единственный раз, когда я, в принципе, так разговаривала уже со своим бывшим, но, тем не менее, мужчиной, с которым у меня что-то было. Я была такая злая. У меня, честно, знаешь, на тот момент, вот кроме злобы, я ничего не испытывала. Потом прошло какое-то время, и вот эта вот агрессия, злость она отошла, я стала очень переживать. Потому что, конечно, это очень задевает самооценку, очень больно бьет по эго. Ну, и вообще, как-то это, ну, я очень больно это переживала. Ну, через какое-то время я какого-то хрена зачем-то его простила. В общем, потом ситуации начали повторяться. И вот. Ну, у тебя такое было, что после того, как ты это вроде бы пережила, ты стала к следующему, ко всем отношениям, ну, относиться с недоверием. Нет, не было. Нет, я просто понимаю, что это тип человека, потому что потом была другая девушка. Ну, и потом, конечно, я начала его ревновать, потому что это невозможно, когда ты не веришь человеку. Если он не берет трубку, ты сразу, там, какие-то мысли. Ну, то есть, вот, например, Андрею я, там, на 300% доверяю, я никогда не полезу в его телефон. Хотя я знаю все пароли, он знает все мои пароли. Ну, у нас нет такого, что мы, там, знаешь, как-то друг друга палим. Мы верим друг другу, мы любим друг друга. Мне кажется, это, как бы, правильное здоровое отношение. Когда начинается вот такая хрень, ну, я даже не знаю, чем это можно вылечить и надо ли. Потому что он через какое-то время мне сделал предложение. Я ему сказала, чувак, ну, ты, как бы, три месяца назад там женщину отмывал в душе, а сейчас предложение делаешь. Говорю, давай ты как-то это, вернемся к этому разговору, может быть, через год, если ты себя хорошо будешь вести. Ну, в общем, год как-то мы не протянули. То есть, это было, знаешь, вот, такие больные и сложные отношения туда-сюда-обратно. Вот, в итоге, через какое-то время мы расстались. Больше появилась еще одна какая-то там мадама, с которой я опять его спалила. Он там до последнего упирался, знаешь, все это, конечно, ужасно отвратительно, тягуче, мерзко. И это занимает, отнимает очень много сил и энергии. Вот, ну, и потом все, собственно, мы расстались. Он всем рассказал, что я такая конченная, значит, он мне простил измену. Такая вот версия. То есть, он как бы всем выставлял, так как... Все отзеркалил, да. А я крыса такая, несмотря на то, что он, несмотря на это, так меня добивался. Но он, правда, еще потом, ну, реально, полгода где-то, год, наверное, ну, прям... Пытался искупить. Да, прям вот ежедневно. Ты сказала такую вещь, что это очень больно по твоему эго, да, ударило и в целом начала о себе думать. Ты в этот момент стала ходить к психологу или как-то это стало работать? Ты знаешь, у меня в этот момент вообще не было бабла. Это еще как-то так совпало, что мы жили вместе. И тут я поняла, что мне нужно переезжать. Я переехала на первое время к родителям. У меня был, ну, как бы у меня был там какой-то остаток, типа, 50 тысяч рублей и вот все. И, ну, вообще, конечно, был такой для меня сложный период. Поэтому, конечно, я не ходила к психологу. Я общалась с подружками. Я, правда, очень долго и муторно на это переживала. Но, не знаю, наверное, это можно было проработать с психологом быстрее. Но, мне кажется, просто прошло время и все. Время лечит. Ну, видишь, ты правильную вещь сказала, что несмотря на то, что ты как бы не имела никакого, можно сказать, бэкапа, да, у тебя не было никакого тыла сзади тебя там в виде какой-то определенного там на счету банковском, да, там суммы денег. Ты все равно как бы ушла из этих отношений, как некоторые, знаешь, не осталось в них, потому что тебе не было некуда было идти. Ты как бы рискнула все-таки. Ну, потому что я понимаю, что такие отношения это путь в никуда. Мы же все в итоге хотим быть счастливыми, да. То есть как бы мало у кого из людей есть формулированная четкая жизненная цель, типа, а я хочу в конце жизни выйти там на вершину горы, увидеть построенный санаторий и там еще что-то. Все просто хотят быть счастливыми, чтобы там их близкие люди были счастливыми. Ты не можешь делать близких людей счастливыми, пока ты сам не счастлив, поэтому, ну, конечно, я понимала, что это трэш. Такие вещи не закаляют, они делают тебя сильнее, сдержание, характер, поэтому, возможно, для того, чтобы в том числе, знаешь, там, получать какие-то вещи в профессии, добиваться, возможно, через это надо было пройти, я не знаю. Ну, говорят же, что есть там элемент фатализма, я в это верю, что все не случайно. Это наша спальня. Ой, слушай, как у вас классно. Прям, ты знаешь, я бы даже тут жила. Приезжай. Ты знаешь, куда ехать. Ой, слушай, и удобно, какой у вас матрас. Да, мы долго выбирали, мы валялись со всех матрасов. Хорошо, вы поработали, хорошо, я смотрю, над выбором. Ой, это кто? Это мама с папой. А это ты? Да. Да ладно. Мне кажется, времен фабрики, это мы здесь лет 16. Нет, ну да, ну не совсем, мне кажется, что в фабрике звезд у тебя был другой цвет волос. Нет, я была рыжеватая. Прям рыжеватая? Да. Ну, мне кажется, какая-то светлая все равно, но здесь прям рыжая-рыжая совсем ярко. Ну, это свет, может быть, так падает. А твой натуральный цвет волос? Ну, русый какой-то. То есть ты знаешь, он такой золотистый, да, да, крашеный. Прикол такой, вообще такая классная. А тут? А тут мы в Нью-Йорке. Да, на вертолете. Это значит, мы катались на вертолете, и потом тебя фоткают, потому что тебе не разрешают фоткаться на айфон, и впаривают там, типа, за 50 баксов тебе фотку, и ты такой, блин, ну память же. Андрей участвовал вообще в дизайне пространства и так далее, или ты все-таки больше этим занималась? Андрей, что ты, да? Андрей выбирал диван. Все? Зеленый диван? А, зеленый диван. Телевизор. Зеленый диван? Кроме меня никто не имеет права. Не, ну, на самом деле, конечно, дизайн-проект мы утверждали вместе, вот, но, Андрей, мы вместе ездили по магазинам, но я, мне кажется, больше ездила, просто, может быть, у меня на тот момент было больше времени. Ты у меня есть водитель? Он, ты, я ушел. Этот водитель не ты, да? Нет, ну ладно. Вот, ну, в общем, как-то, конечно, участвовал, естественно. У тебя кристально чистая репутация в целом, да? То есть, так или иначе, ты не замешана в таких прям супер громких скандалах. То есть, когда говорят там про Юлиану Караулову, то все говорят, ой, ну, хорошая девочка, знаешь? Ну, ты не хайпишь в основном ни на каких там, не знаю, разводах, ссорах, ты не комментируешь какие-то модные темы, знаешь, чтобы вокруг этого. При том, что у тебя продюсер Яна, которая просто королева хайпа, ну, в плане, в хорошем смысле, то есть, она реально создает всегда инфоповоды. То есть, она на своей странице постоянно фигачит инфоповоды, она всегда вступает с кем-то, какие-то разборки, выяснения отношений. И при том, что ты, как бы, ее партнер, да, там вы вместе работаете, ну, как бы, вообще практически не замешана в скандалах. Как так вообще произошло, почему? Ну, вот не знаю, потому что я, ну, я не хочу вмешиваться в скандалы, потому что я понимаю, что это 7-минутный хайп, я могу там прокомментировать какое-нибудь говнище, что-нибудь про кого-нибудь условно рассказать. Естественно, как человек, который находится внутри, внутри индустрии достаточно давно, я достаточно много чего знаю про, в том числе разных там артистов в разные периоды их жизни. Ну, просто, мне кажется, это, опять же, правило игры и какая-то порядочность, для меня это важнее остаться в хороших отношениях с людьми, там, если они не считают нужным об этом рассказывать, зачем я буду вообще лезть со своей, там, информацией. Если меня не спросили мнение по этому поводу, зачем я буду вываливать его, как бы, на всеобщее обозрение. Ты знаешь, в этом плане, когда там кто-то разводится, тут же все начинают комментировать. Ой, а это, особенно те, кто уже развелся, они просто первые бегут писать посты. Ну, не знаю, мне кажется, что это, опять же, если касается там, да, если речь идет о чужом разводе, это и так сложный период для людей. И если это публичные люди, они находятся в центре внимания, все это мусолят, зачем лишний раз давить на это больное? По поводу того, чтобы там рассказывать какие-то подробности о работе с кем-то, я уже говорила, что я против, окей, вы работали вместе, не знаю, вы поссорились, что-то не поделили. Ну, если, дай бог, разошлось, получилось разойтись мирным образом, классно, зачем вываливать, зачем рассказывать? Яна, тебе не предлагала какой-то сделать инфоповод громкий или что-то прокомментировать? Вообще никогда такого не было. Более того, она мне, ну, в принципе, с ней это даже не обсуждаю. Как сейчас модно делать, например, Моргенштерн, когда... Яна такая, Юль, кстати, а не хочешь пернуть трек ко мне, а мы по этому распиарим. Мне кажется, вообще, хорошую идею. Если ты не хочешь, то Гном, Гном, а что может? Ну, не, ну смотри, Егор Крид поругался с Диной Саевой. Да, но они реально поругались. Они реально поругались, но я имею в виду, что все равно это случилось аккурат под выход их трека. Поэтому, ну, вот клип как раз выходил. Ну, да, да. Ну, слушайте, слушай, они хайпят. Я не понимаю, вот мы это тоже обсуждали, у нас просто мы с Егором общаемся, и с Диной я знакома, и у нас есть общие друзья. Я говорю, блин, что за бредятельно, нахрена писать это в сториз, ну, в общем, да, что все видели. Понятно, что тут же растут охваты. Конечно, интерес к ним поднимается. Ну, окей, ну, пропиарил, ну, то есть больше людей узнало, что у тебя вышла песня. Ну, я вот просто вот рассуждаю, возможно, опять же, как бабка, не в моменте. Но как это сказалось, что вот люди, которые любят грязь, да, которые любят все вот это вот желтое, покопаться вот в этом. Ну, вот пришли, они почитали, потом такие, а еще у него вышла новая песня. И он такой скачал его и думает, ну, песня ничего. И что, он стал фанатом, пошел из-за этого на концерт? Смотри, не так. Я просто не очень понимаю, как это работает. Это конвертируется в просмотры после любого скандала, интерес к любому артисту возрастает. То есть вот сейчас он с кем-то посрался, и каждый раз, когда его имя в заголовке какого-то новости, это вызывает интерес. Я не могу, потому что, я вот обсуждала это со своим лучшим другом, я очень переживаю. Я вот, я бы, вот если бы у меня был такой условно-публичный срач с Егором Кридом, ну, я, мне кажется, рыдала, билась бы в истерике. Я, конечно, не показывала бы этого на публике, наверное, вот, но я бы очень переживала. И я, ну, мне намного дороже моё психическое состояние, чем вот этот 7-минутный хайп и то, что на 2 миллиона людей больше посмотрит мой клип. Я думаю, что Дина, например, очень переживала. И, насколько я знаю, там была травля в отношении родителей из-за этой ситуации. Я не говорю, кто из них прав, кто виноват, кто поступил хорошо, кто плохо. Есть еще куча подводных моментов, о которых там многие не знают. Да и я не особо в теме этой ситуации, что же там говорить. Вот, но, ну, мне бы было проще, учитывая, что они там дружили, общались, наверное, если это не чужой мне человек, просто позвонить и сказать. Даже если это какой-то негатив, ну, типа, если вот мне хочется выплеснуть агрессию, хотя, честно говоря, так не делаю, но я позвоню человеку и скажу, слушай, ты такой-то, такой-то, сикой-то, сикой-то, вообще заблокирую его, больше мне не звони, не дозвонишься. Ну и все, зачем писать об этом, я не очень понимаю. Но это не только они делают. На самом деле все, там, Ксения Собчак, Тимати, там очень много артистов, которые все выносят на... Да я знаю, ну, не знаю, может быть, я скучная, унылая говно, но я, как бы, я, правда, я искренне этого не понимаю. В свое время, знаешь, мы хотели, когда Андрей мне сделал предложение, мы хотели сделать какую-то красивую большую свадьбу, расписаться. Потом я подумала, что вообще не хочу выносить личное в общественное пространство. И, кстати, мне посоветовала это Яна. Слушай, ну, вы свадьбу не сыграли, но вы расписались или вы не расписаны? А мы не комментируем это. А, ну, просто я обратила внимание, что Андрей носит кольцо. Обручаю, Андрей носит кольцо. Ну, у тебя тоже на безымянном пальце есть кольцо. Я поэтому обратила внимание. Да, красивое, голубенькое. Значит, как бы не комментируют? Ну, мы просто не хотим об этом говорить. Слушайте, это наше, как бы, да. По каким критериям все-таки ты оцениваешь свой успех? То есть ты говоришь, что сейчас ты не считаешь, что ты супер успех. А как это определяется? Ну, я не топовый артист сейчас. Почему? Почему ты так считаешь? Ну, мне кажется, я объективно это понимаю. Ну, потому что, ну, я не топовый артист. Хорошо, по каким критериям ты это оцениваешь? Ну, тупо, не знаю, по элементу востребованности. То есть у меня нету там в топ-10 стриминговых сервисов. Ну, подожди, это же зависит от трека. Один заходит, один не заходит. Да, но есть артисты, которые все, что выпускают, вот сейчас, да, там, которые в топе, у них все залетает. То есть у меня был такой... Потому что они поют про определенные вещи. Ну, у меня был такой период, типа, года 4-5 назад, реально, вот все, что мы выпускали, там, на протяжении полутора-двух лет, реально все залетало. Мы везде были первыми, мы там прорвали iTunes, и у нас был супер-рекорд, потому что песня была больше месяца на первом месте. Тогда еще не было Apple Music, был только iTunes. Это была первая русская песня, у которой был такой рекорд. И, а потом, как бы, знаешь, пришли другие люди. И, как бы, я так переживала первое время, думаю, блин, ну, как же так? Ну, вот, получалось, вроде все то же самое делали, ну, вроде песни хорошие. Ну, невозможно угадать ни с песней, ни с чем. У меня есть определенный статус, к которому я шла достаточно много лет. И определенную стоимость, как артисток, которая тоже шла достаточно много лет. И, естественно, сейчас, ну, то есть, как бы, какая ситуация, опять же, да, по рынку получается, что, там, я пять лет пою сольно. Я шла к определенному, скажем так, ценнику за концерт, если уже говорить прозаично, и, там, определенному статусу достаточно долго. Сейчас появились новые артисты, у которых треки, там, залетают, грубо говоря, которые, может быть, популярнее сами треки, чем я, но они стоят, там, в три раза дешевле, у них в три раза меньше, там, бытовой технический райдер, и, конечно, они работают больше, чем я. Вопрос, ну, что мне делать? Мне демпинговать жестко до их уровня? Или все-таки, ну, типа, работать меньше, но, скажем так, качественнее? Ну, мы, как бы, командой сели, потому что пять лет назад, когда мы начинали, такого, как сейчас на рынке, обилия артистов, такого не было. Мы подумали, что, слушайте, ну, у нас есть, ну, вот, некая история, которую мы, реально, долго и упорно шли, и мы хотим расти дальше, мы хотим развиваться. И, ну, мы приняли решение просто подуспокоиться. Меня очень долго не замечали те же каналы, и для меня это был больной момент, мне не замечал глянец, типа, меня не замечала светская тусовка, и мне было очень обидно, потому что, ну, блин, чуваки, у меня песня везде, там. И они такие, нет, это не наш персонаж. Я периодически, на самом деле, до сих пор такое слышу, крайне редко, но такое бывает. Типа, почему я не ваш персонаж? Типа, нет, мы не возьмем, то есть, сейчас там я в супертеплых отношениях с Игорем Яковлевичем Крутым, но вначале меня не звали на новую волну, потому что, ну, как бы, у меня была песня «Ты не такой», я говорю, ребят, у меня песня везде, они мне говорили, нет, вы, типа, ну, к тебе очень хорошо сейчас относятся. Да, расти надо. Да, и это, возможно, правда, и каналы мне говорили, да расти надо, и журналы мне говорили, да расти надо, и я так бесилась, думаю, да твою мать, сколько же можно расти, да? Ну, вот это только, знаешь, со временем, со временем, только так. Ну, а вот ваше партнерство с Яной сыграло тоже какую-то роль, вот, в том, что какие-то там журналы на тебя больше стали обращать внимание, или какие-то бренды больше с тобой стали работать, как-то это повлияло все-таки на твой имидж? Ну, мне тяжело сказать, потому что, ты знаешь, я не проводила такого детального анализа, думаю, что да, потому что, ну, это как бы общая картинка в целом, и тут тяжело, знаешь, вычленить что-то одно конкретное, что повлияло. Я думаю, что, безусловно, Яна проделала со мной большую работу, и если говорить, например, о коммуникации с радиостанциями, то этим занимается только Яна, ну, и вообще с многими, скажем так, представителями медиа, как правило, я говорю, вот, пожалуйста, Яна, звоните Яне. Это, кстати, очень удобно, вот, и это, конечно, ее заслуга во многом, то есть, некоторая радиостанция, например, до того, как я начала, ну, ладно, не некоторая, одна, сейчас просто я выступила, как злопамятное говно, но некоторые говорили, что, типа, нет, мы не будем ее ставить, ну, типа, что, какая девочка, что мы ее будем ставить, то есть, знаешь, отношение к тебе, как к серьезному человеку, артисту, как не к однодневке, оно почему-то пришло со стороны некоторых представителей СМИ через 2-3 года. У тебя была такая мысль, что, вот, Яна мне поможет попасть больше в светскую какую-то тусовку, в которой ты, может быть, в тот момент не так активно, там, Да, но Яна, безусловно, мне с этим помогла, то есть, какое-то время первое, ну, она звала меня, наверное, так, правильно сказать, на какие-то мероприятия, то есть, безусловно, до того, как я начала работать с Яной, я не была на показе Шанель, Ну, я не уверена, что с точки зрения меня, как артиста, это что-то глобально изменило, но вот сходила я на показ Шанель. Ну, ты хотела туда попасть? Да, мне было очень интересно, конечно, безусловно, если бы я не работала с Яной последние, там, 3 года, то не было бы очень много всего того, что есть. Насколько лет у вас контракт с ней заключен? Знаешь, он уже закончился, он закончился еще в марте или в апреле, вот, но... И сейчас Андрей, по сути, да, выполняет тройку? Да нет, мы продолжаем работать, просто у нас, ну, скажем так, не, мы не подписаны, мы работаем на пацанских условиях. Значит, ты просто Яне доверяешь, а Яна тебе. У вас, видимо, в этом плане, кажется, случилось какое-то... Ну, а смысл, понимаешь, тут, как бы, такой очень тонкий момент, что, ну, во-первых, ну, ты бы стала, вот, обманывать Рудковского. Кстати, да, Яна в этом плане, мне кажется, все, как бы, у Яны уже сложилась такая репутация, что ее все боятся. Не, ну, Яна явно не тот человек, с которым вообще нужно портить отношения, это я еще не знаю. Это факт. Юля, о чем ты мечтаешь? Ну, блин, на самом деле я мечтаю о каких-то банальных вещах, я хочу, чтобы, когда я буду старой бабкой, по-настоящему старой, а не как сейчас, чтобы я почувствовала, что я прожила эту жизнь не зря, что я оставила какое-то наследие, что у меня есть счастливая семья, что у меня есть дети, в которых я вложила правильные вещи, а они, в свою очередь, вложили эти правильные вещи в своих детей. Ну, мне, конечно, хочется, чтобы у меня не было никаких ограничений, ни свободы, ни физических, я имею в виду, не финансовых, потому что свобода это и финансовая свобода, и физическая, когда ты можешь двигаться, ты здоровый, ты классный, и ты можешь летать, путешествовать куда угодно. Вот, я хочу большой дом, я хочу собаку, я очень хочу собаку. Ну, и вот, наверное. Ну, а все остальное, мне кажется, это, знаешь, просто часть пути. Безусловно, наверное, я хочу когда-нибудь получить Грэмми, но мне кажется, что это бред полный, это просто невозможно. Хотя, как поет Дима Билан, все невозможное возможно. Вот, ну, то есть, безусловно, мне хочется добиться каких-то определенных высот в профессии. Мне хочется открыть еще какой-нибудь бизнес, чтобы я не зависела только от этой профессии. Не знаю, возможно, когда-нибудь мне захочется заняться продюсированием. Мне кажется, у меня могло бы получиться, но я буду адским деспотом. Будьте внимательны. Подумайте несколько раз перед тем, как подписывать контракт. Не ведитесь на моей милой внешности. Что бы ты сказала, маленькая Юля? Ой, да ничего, бы я сказала, просто делай все, как ты делаешь. Так, Юль, сейчас нужно призвать наших подписчиков к тому, чтобы они комментировали, лайкали и подписывались на канал. Друзья, подписывайтесь на канал PeopleTalk, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и обязательно, обязательно комментируйте. Мы все обязательно прочитаем. Обязательно. Спасибо, что потратили свое время. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам было интересно. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok